Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Вор в законе Гурам Пипия, более известный в криминальных кругах как Гурам Сухумский. Грузинскому вору Гураму Пипия, родившемуся и выросшему в Сухуме, суждено было погибнуть как раз в год завершения грузино-абхазского конфликта, буквально через два месяца после снятия осады со столицы Абхазии, но не на войне, а в далеком от линии фронта Подмосковья. В конце ноября 1993 года около гаражного кооператива «Соколенок» на окраине Зеленограда внимание прохожих привлекли одиноко стоявшие на обочине «Жигули». Через стекло они сумели разглядеть обездвиженные тела двух мужчин в неестественных позах. Вызванные на место происшествия милиция и скорая помощь констатировали смерть обоих пассажиров автомобиля от выстрелов в затылок, произведенных в упор из пистолета. Чуть позже было выяснено, что погибшими являются вор в законе Гурам Сухумский и его младший брат. До сих пор имена убийцы причина, побудившая их расстрел, не установлены. Чаще всего смерть, при подобных обстоятельствах среди вершителей судеб уголовного мира, является следствием конфликтов, возникающих в ходе конкурентной борьбы. В случае с Гурамом Пипия, не исключался фактор национального противостояния грузин с абхазами. Убитый грузин считал себя подневольным изгнанником из республики. В Москве в то время жил и активно помогал деньгами и оружием абхазским сепаратистам Юрий Лакоба, больше известный, как бывший вор в законе Хаджарат. Кроме него в столице обитала многочисленная диаспора выходцев из Абхазии, косо смотревшая на грузин. Сам Лакоба оказался вне подозрений в смерти Гурама. Он по понятиям приходился жертве расстрела крестным отцом. Махония Сухумский. Хаджарат и его тогдашний приятель грузинский Ворхуту, Каличава, дали титул 19-летнему Гураму Пипия в 1979 году в Сухуме. Гурам вырос на улице Кирова, оказавшейся настоящим инкубатором для взращивания молодой криминальной поросли. Соседом и другом юности Пипия приходился другой будущий вор Махония Сухумский, Кития, получивший гораздо большую известность, чем сосед. Он был на 4 года младше Гурама и во всем старался походить на своего старшего друга. Окончив школу, Махония сумел поступить в московскую Плехановку. Отучившись там один курс, он понял, что это не его судьба. Пример легкой и красивой жизни Гурама его вдохновлял больше. Махония Сухумский прожил гораздо более долгую жизнь, чем Гурам Сухумский, но их финалы оказались одинаковыми. Махонию расстреляют в Греции в 2010 году. Как и полностью утратившего связь с родиной Гурама, его похоронят не в Сухуме, а в Подмосковье. Младший из воров с улицы Кирова вошел в круг самых ближайших людей к Мирабу Сухумскому, Джангвиладзе, признанному лидеру землячества выходцев из Абхазии среди грузин воров. Смерть Махония напрямую связывают с покушением на жизнь самого именитого российского вора в законе Япончика, Иваньков. Считается, что киллер, выстреливший из снайперской винтовки в живот Япончику, был послан по приказу Мираба и еще одного хорошо знакомого с Махиней вора Лада, Джанашия. Массовый отстрел противников, устроивших покушение, начался с Лада. Со второй попытки его убили в Марселе. Потом черед наступил Махонии. Проживи Гурам Сухумский еще пару десятков лет, он неизбежно оказался бы в одной компании с Махонией, Ладой и Мирабом. Возможно, что у него оказалась такая судьба быть убитым. Гурам Пипия. Гурам Сухумский рано начал осваивать воровскую профессию, но титул он получил все же авансом. Ходок в тюрьму за ним к 1979 году не числилось. Исправляя пробел в биографии, в следующее десятилетие он буквально не будет вылезать с зоны. Как будто узнав о появлении в городе нового молодого вора, милиция задержит на краже Гурама, и следующие три года он будет проходить курс тюремных университетов. Едва появившись на свободе, Гурам будет вновь арестован уже в Ачимчире, по явно надуманному обвинению. Его подельником был некий Генко Абхаз. На допросах, как предписано понятиями Гурам молчал, а Генку сильно прессанули в камере и он, не выдержав, дал показания против вора в законе. В Ачимчире состоялся суд, назначивший Гураму довольно жесткое наказание, 10 лет тюрьмы. Он обжаловал приговор, а родственники привезли ему из Москвы нового адвоката Эдуарда Сафронского. При повторном рассмотрении дела в высшей инстанции, сфабрикованные доказательства буквально рассыпались. Немалую роль, помимо профессионализма адвоката, сыграла мать Гурама. Она встретилась с родителями Генки и пристыдила их за малодушие сына, оговорившего Гурама. На суде Генка наберется духу и откажется от первоначальных показаний. Произойдет настоящее чудо. Гурам Сухунский вместо 10 лет проведет в заключении всего лишь полгода. Эдуард Сафронский после этого получит известность, как успешный адвокат. Через много лет он будет участвовать в деле ЮКОСа, защищая начальника службы безопасности нефтяной компании Алексея Пичугина, обвиненного в убийстве супругов Гориных. Такого успеха, как в Ачимчире он не достигнет. Сам Сафронский объяснит давнюю свою победу, и нынешнее поражение очень просто, в Советском Союзе можно было добиться правосудия. Суд был честнее. Образно выражаясь, мы надевали шлем и открывали забрало, доставали шашку и рубились в открытом поле. А теперь я прихожу в суд, где все предрешено. Вор Гурам Пипия. Следующие полтора года жизни Гурам Пипия проведет на свободе. Он спешно, предугадывая будущее, обзаведется семьей и сыном. В 1986 и 1987 году у него вновь будут краткосрочные командировки за кражи. Последний раз в 1989 году он до настоящей зоны не доедет. Его арестуют в Краснодаре, приговорят к одному году заключения, и весь срок провозят взаг вперед между СИЗО, в России и Грузии, пытаясь привязать его еще к какому-нибудь делу. В 1990 году он выйдет на свободу, но в Сухуми не вернется. На родине Абхазы и грузины уже встали стеной друг напротив друга. В Абхазии у него останется мать, которой суждено пережить войну, осаду с частыми обстрелами и штурм города Сухуми. Она не покинет родной город с потоком беженцев, оставшись там навсегда. О смерти сына его мать узнает из сообщения по местному телевидению. Знавшие Гурама карманники Абхазы часто видели ее на городском рынке и иногда помогали ей с деньгами. Она умерла совсем недавно, в 2015 году. Гурам Сухумский осел в Москве, и дела на новом месте у него сразу пошли в гору. В молодости в Сухуми он был известен как отчаянный байкер. Гоняя по горным дорогам на мотоцикле, он несколько раз попадал в аварии, но все заканчивалось довольно благополучно для его здоровья. В Москве уровень благосостояния позволил ему сменить увлечение мототехникой на автомобиле. В гараже Гурама стояло сразу четыре автомашины. Одной из них он особенно гордился. Автомобили марки Porsche и сейчас остаются довольно эксклюзивными, а тогда на них смотрели, словно на музейный экспонат. Гурам имел возможность купить себе такую игрушку за 700 тысяч долларов. До покупки дорогой недвижимости дело у него не дошло. Все время в Москве он проживал в комфортабельной, но все же съемной квартире. Поднявшись, Гурам вызвал себе на помощь в Москву из Сочи младшего брата. Чем занимались братья Пипия в российской столице покрыто густым мраком. Судя по доходам, это вполне мог быть наркобизнес, хотя Гурама в отличие от других авторитетных грузин с наркотой в кармане никогда не задерживали. За четыре месяца до смерти его единственный раз арестовали в Москве, но предъявленные обвинения оказались гораздо серьезнее, чем незаконное хранение белого порошка. На проспекте Вернацкого на него надели наручники по подозрению в совершении похищения человека с цель выкупа. Доказать киднеппинг и вымогательство не удалось. Похищенный коммерсант, сильно испугавшись, путался в показаниях, а потом вообще отказался от любых претензий к Гураму Сухумскому. Того отпустили, чтобы в ноябре найти мертвым вместе с братом. Обоих Пипия похоронят на Пахтинском кладбище. Через два года Гурам Сухумский ненадолго воскреснет. Московская милиция задержит некого Ториэла Пипия, который будет утверждать, что он является вором в законе с таким же погонялом. Самозванца быстро раскусят и отправят в суд за наказанием. При нем нашли пистолет Макарова с несколькими обоймами патронов. Больше воров с фамилией Пипия никогда не будет. Сын Гурама переберется в Грецию, где попадет под присмотр друга отца Махония Сухумского.